Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Данила Фатин. В эфире программа «Вслух. Среда». И сегодня у нас в гостях директор департамента образования администрации города Тюмени Вячеслав Воронцов. Вячеслав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Данил. Хотелось бы напомнить, что тема сегодняшнего разговора – это школьная профориентация. Здравствуйте. Поступило очень много вопросов на сайт интернет-газеты «Вслух.ру». Мало того, сейчас тоже можно продолжать задавать эти вопросы. Если мы не успеем их обсудить в этой программе, мы передадим обязательно в департамент, и ответ на эти вопросы вы обязательно получите. Ну, а начать хотелось бы с такого, наверное, общего вопроса. Вот школьная профориентация – это мировой опыт или все-таки такое отечественное изобретение? В этой части хочется сказать, что это, безусловно, не ноу-хау региона или отдельно нашей страны. Несмотря на то, что вспоминая предыдущую систему образования Советского Союза, когда за большинством школ всегда закреплялись шефские предприятия, и это, безусловно, как яркий пример профориентационной работы. В целом, во всех ведущих странах большое внимание уделяется ребятам, их самоопределению в части профессиональных предпочтений и дальнейшего профессионального образования. Поэтому, безусловно, это практика мировая. Вот вы упомянули как раз советский опыт. Он, насколько я помню, менялся с годами, да, вот этот опыт профориентации в советской школе. Потому что, допустим, люди, которые постарше меня, они очень часто вспоминают УПК, так называемую, да, вот эту практику, может быть, кстати говоря, как раз в подшефных организациях. А вот, допустим, в моем школьном прошлом такого уже абсолютно не было, вот, все ограничивалось трудами. Вот как менялся этот самый опыт с годами? Ну, вот я как раз, видимо, к тем, кто старше отношусь, я еще захватил учебно-производственные комбинаты. По крайней мере, вот лично я получил корочки документ о курсах, о том, что я закончил курсы электромонтеров. То есть, по сути, вышли с профессией уже, с какими-то знаниями. Ну, профессией, конечно, это громко будет сказано. Но то, что начальные навыки и понимание вообще, чем занимается электромонтер, безусловно, по выходу из стен школы у меня уже было. В настоящий момент, отвечая дальше, вот глубже развивая этот вопрос, мы как раз идем по опыту Советского Союза в части выбора предприятий, которые в настоящий момент занимают лидирующие позиции в рамках экономики региона и предметно с ними отрабатываем. Ну, основная тема, это, конечно, проведение профориентационных экскурсий, но в том числе и рассматриваем варианты более плотной работы в качестве подшефной организации, ну, образовательной. Ну, такой наиболее яркий пример – это 81-й лицей, который два года уже работает совместно с компанией «Новотек». Созданы профильные классы, и компания «Новотек» в том числе усилила материально-техническую базу. Работают они в рамках физико-математического профиля. Ребята, понятно, что в основное время изучают базовые предметы, а уже в рамках внеурочной деятельности занимаются разработкой различных проектов и более углубленному изучению предметов, естественно, математического блока. Ну, вот пока такой наиболее яркий пример, я вот на нем ограничусь. Ну, по желанию, наверное, да, все-таки там не всех туда загоняют? Да, во-первых, не всех загоняют, во-вторых, не все и готовы именно двигаться. То есть все равно у нас есть, что называется, деление на физиков и лириков. То есть у кого-то из ребят больше склонность к естественно-математическим дисциплинам, у кого-то к социально-гуманитарным, и это нормально. Опять же, вернемся немножко к прошлому. Иван задает вопрос. В годы моей учебы в школе были потрясающие уроки труда, на которых парни осваивали довольно сложные станки, а девочки готовили и шили. Из разговоров с нынешними школьниками становится ясно, что их уроки труда разительно отличаются. Теперь не труды, а технология, что изменилось, и главное, стало ли лучше и полезнее. Я вот тут присоединюсь к Ивану абсолютно точно, потому что вот у меня ребенок, допустим, выходит в школу, они в начальных классах вместе с девочками точно так же занимались вышиванием. И для меня это, ну, как-то немножко странно все выглядело. Ну, если вспомнить, опять же, наш с вами опыт, то я думаю, что в начальных классах вы тоже вышивали и пришивали пуговички. Наверное. То есть, нет, надо просто вспомнить действительно хоть советскую школу, хоть сегодняшнюю уроки технологии. Ну, по большому счету, вопрос терминологический, урок труда или урок технологии, между ними можно поставить знак равенства, потому что задачи, которые преследовал урок технологии формата Советского Союза и сегодняшние реалии, они схожи. Также, ну, то есть просто в настоящий момент деление на мальчиков и девочек происходит в основной школе. Поэтому начальная школа, как правило, урок технологии проводит учитель начальных классов, и он общеразвивающий. То есть это как, ну, какие-то прикладные работы в части аппликации, лепки, ну, рисование как бы отдельно. В том числе это как раз нитка-иголка. Я думаю, что если мальчик может сам пришить себе пуговичку, то это, в принципе, очень хорошо. Мелкая моторика, опять же, да? Да, плюс это, речь ведь не идет о том, что его садят за швейную машинку, ну, и там еще и в силу возраста и девочек, ну, вот в начальной школе мы к этому просто не имеем права допустить. А вот уже непосредственно в основной школе на самом деле проходят уроки технологии. Они делятся как и раньше, так и сейчас на несколько модулей. Если говорить про девочек, то это, безусловно, ну, кулинария, я так скажу. Потом это модуль, связанный с швейными навыками, это модуль, связанный, в принципе, с домашним обиходом. Если говорить про мальчиков, то также осталось деревообработка, металлообработка, работа по дому и блок достаточно такой объемный по электромонтажным работам. Как бы громко это ни звучало. То, что может пригодиться, в общем-то, любому абсолютно мужчине, любой женщине в будущем, да, такие вот навыки, без которых, ну, никуда. А то вот лампочка перегорела, ну, условно говоря, да, вызывается мастер там и так далее. Какие-то простейшие вещи человек решить не может. Ну, я хотел бы более, ну, подробно все равно на этой теме еще немножко ее поразвивать, потому что в этом году у нас есть проект достаточно оригинальный по сравнению с предыдущими. Это проведение уроков технологии на базе СПО. Здесь мнения могут быть разные. Вот в части сегодняшних уроков технологии на базе школ. То есть есть в настоящий момент школы с очень хорошей материальной базой. Со станками, со всеми. Со станками, совершенно верно. И, соответственно, с педагогами очень высокой квалификации. К сожалению, есть и школы, в которых материальная база, ну, не так хороша. Ну, и здесь, наверное, мне, в силу того, что предыдущий мой профессиональный опыт был связан как раз с профессиональным образованием и непосредственно с колледжами и техникуми Тюмени и Тюменской области, то вот родилось такое предложение, оно было поддержано областным департаментом. И мы отработали в настоящий момент учебные программы с четырьмя техниками города Тюмени. Это Западно-Сибирский государственный колледж лесотехникум, строительный колледж техникум строительной индустрии городского хозяйства и техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Где в пилотном варианте у нас пять школ в этот проект заходит. Это порядка 300 ребятишек, мальчиков и девочек. Где как раз модульно будут, то есть мы меняем график прохождения учебного процесса. То есть стандартно это у нас 30 часа, то есть один час уроков технологии в неделю. В рамках этого проекта ребята будут выезжать модульно, то есть сразу на несколько часов и проходить тот или иной модуль непосредственно на базе профессионально-образовательной организации. Насколько я знаю, еще помимо производственных каких-то классов, вернее тех самых мест, где установлено соответствующее оборудование, на котором можно попрактиковаться, которые находятся в всевозможных СУЗах, есть еще и центр профориентации при департаменте занятости. Туда вроде как тоже, насколько я слышал, школьников могут перевести, показать вот эти самые тренажеры, что из себя представляет та или иная профессия. Тут тоже такой вариант есть. В этом учебном году запускаем такой проект профориентационный с названием «Готов к будущему». В рамках этого проекта это комплексный профориентационный проект, ориентированный на самом деле абсолютно на все возрастные группы наших школьников, где наиболее значимые результативные проекты мы туда включили, дополнив их дополнительными модулями. Если говорить про центр профориентации и про те экскурсионные форматы, которые там возможны, то как раз вот такой проект «Перспектива», в прошлом году мы его реализовали, в этом году пошли чуть дальше и чуть глубже. То есть в 22 школах введен элективный курс, то есть это дисциплина учебного плана, которую ребята имеют возможность выбрать. В рамках этого элективного курса, то есть надо понимать, что это уже не просто внеурочная занятость, а непосредственно дисциплина учебного плана с постоянным преподавателем. И мы отдельно провели совместно с Центром занятости занятия с нашими преподавателями, чтобы они были действительно профессионалами, как у нас есть предметников, готовят в вузах. То есть здесь мы дополнительную образовательную сессию провели для педагогов. В рамках этого элективного курса, всего это 34 часа, предполагается как раз начать с Центра занятости, где можно комплексно представить, как выглядит, в первую очередь, безусловно, экономика Тюменской области, какими предприятиями она представлена, какие требуются специальности и профессии для этих предприятий. Сориентироваться, где можно получить то или иное образование с учетом квалификации, рабочий квалифицированный, либо специалист среднего звена, либо бакалавр, магистр-специалист. То есть комплексно мы сначала проводим такую экскурсию, после этого ребята по своему желанию анкетируются и выбирают те профессии, которые им показались наиболее интересными. И в рамках этого же элективного курса у них после этого будет еще 4 выхода за пределы своей школы. Два выхода будут в профессиональной образовательной организации, то есть один выход в техникум, либо колледж, второй в один из вузов. И два выхода на предприятие. Причем принципиальным отличием здесь будет то, что ребята сами будут иметь возможность выбрать то предприятие, которое им нравится. Просто в практике, как правило, школа договаривается с определенным предприятием, и весь класс туда едет. Независимо от того, ну вот ребенку, например, интересно, ну, та или иная профессия. То есть класс поехал, и вот поехали все. Здесь после первоначальной экскурсии в центре занятости будет возможность вот из того комплекса, который они увидели, выбрать два предприятия, которые в течение года ребята обязательно смогут посетить. То есть у них там ознакомительная такая? Мы уже будем готовить экскурсионные группы, исходя из запроса ребенка. То есть, соответственно, сколько-то ребят из класса могут поехать на одно предприятие, а остальная часть, например, в другое. Очередной вопрос от зрителя. Такой. Прежде в школах психологи проводили тестирование, позволяющее выяснить склонность ребенка к той или иной сфере деятельности. Вот вы уже сказали о том, что ребенок получает некую обзорную такую экскурсию, потом уже выбирает. А вот помогает ли психолог тут еще ему сориентироваться? Да, совершенно в этой части мы работу продолжаем. Пройти такого рода тестирование можно как в центре занятости после прохождения вот этой комплексной экскурсии. В том числе в настоящий момент мы это обеспечиваем и на базе образовательных организаций. Я к тому, что вот такой формат психологического тестирования позволяет определить общие склонности, направления и дать ребенку, ну и его родителям некую картинку. То анкетирование, про которое я говорил после экскурсии, это уже более предметно то, что ребенок реально хочет увидеть. Вот как это предприятие работает, какие профессии требуются для того, чтобы обеспечить технологический процесс. Соответственно, такое анкетирование конкретно уже вот что я хочу реально посмотреть в рамках вот этого учебного года, в рамках коллективного курса. То, что хотят дети, то, что хотят их родители, скажем так, удовлетворено. То есть даны возможности ознакомиться с чем-то, выбрать и так далее. А вот что касается департамента образования города, какие цели для себя формулирует департамент, исходя из вот этих вот самых занятий? То есть какие задачи вообще ставятся? Увеличить количество, условно говоря, грубо говоря, увеличить количество каменщиков, увеличить количество, не знаю, сварщиков и так далее. Какие цели ставятся? Ну, я бы их так узкопредметно, узконаправленно бы не стал формулировать. Просто на теперешний момент нужно понимать, что после того, как ребенок заканчивает 9 класс, он сдает основной государственный экзамен ОГЭ. Формат очень схож с единым государственным экзаменом ЕГЭ, который позволяет, соответственно, по окончании 11 класса получить аттестат и в том числе иметь возможность поступать в ВУЗы. Вы тоже наверняка знаете и слушатели в курсе того, что очень активно реализуется у нас профильное образование. И сейчас более 10 профилей предлагается выпускникам 9 классов в наших школах. Ну, в разных школах по-разному есть свои уклоны. Наибольшим спросом пользуется физико-математический профиль. Так вот, сейчас вернусь к теме именно профориентации. Почему важно именно в начальных, ну, не в начальных, конечно, классах, а как можно раньше определиться хотя бы с общим направлением. Для того, чтобы поступить на профиль, ребенок в 9 классе выбирает, то есть два экзамена у него обязательных, это русский, математика, так же, как и в 11 классе. Два экзамена ребенок выбирает. И со следующего года они являются обязательными. И в этом году впервые уже нужно было обязательно выбирать два дополнительных экзамена. Так вот, эти два экзамена влияют на то, на какой профиль ребенок сможет в дальнейшем поступить. То есть, к примеру, если он физику в принципе не выбирает, а, например, выбирает историю и географию, то на физико-математический профиль он поступить не сможет. Поэтому необходимо, чтобы уже, к примеру, на этапе 8 класса ребенок как минимум над этим очень серьезно задумался. Но здесь я бы не хотел, чтобы тема воспринималась за ужином, что вот все, физику выбрал. Но по большому счету, да, скорее всего, это технарь. Но технарь с физмат-профилем имеет колоссально широкий спектр и предприятий, ну вот, просто там от строительства до нефтегаза, и в том числе и педагог. Я так понимаю, что не все, наверное, старшеклассники выбрали какое-либо профессиональное направление, да? Такого, наверное, не может быть. Да, чем это объясняется? Вот тем, что сами школьники не определились со своим будущим. Ну, здесь вообще нужно понимать следующее. Ну, во-первых, наверное, все-таки немножко про цифры. В настоящий момент больше 65 ребят 10-11 классов обучаются все-таки в профильных классах. Ну, соответственно, 30 с небольшим – это классы универсального. Универсальные классы. Во-первых, для того, чтобы поступить в тот же техникум и колледж на базе 11 классов, нужен только аттестат. Для того, чтобы получить аттестат, достаточно сдать два экзамена в формате ЕГЭ базового уровня. И этого достаточно для того, чтобы получить аттестат и затем поступить в техникум, в колледж. И в зависимости уже от уровня квалификации, который ребенок выбирает, то есть если это квалифицированный рабочий, то 10 месяцев, и ты получаешь профессию, пожалуйста, можно идти работать. Если, понятно, специалист среднего звена, то подольше, то есть в течение двух лет. Поэтому ребята, которые не выбирают профиль, здесь несколько объяснений этому может быть. Один из вариантов – это потенциально ребята, которые планируют поступление на уровень среднего профессионального образования. И, соответственно, углубленное изучение именно физики, например, или биологии им не требуется. С другой стороны, да, часть этих ребят просто, ну, к теперешнему моменту, еще не определились со своим дальнейшим профессиональным образованием. И поэтому выбрали пока универсальный профиль с тем, чтобы в течение 10-11 класса все-таки выбрать какую-то линию. Но действительность такова, и на самом деле не мы на нее влияем. На сегодняшний момент для поступления в ВУЗ необходимо сдавать, ну, вообще для того, чтобы и школу в том числе закончить, получить листат, нужно сдавать единый государственный экзамен. Поэтому чем раньше ребенок сделает для себя выбор пойти в медицину, в аграрный сектор, либо стать педагогом, либо стать инженером, тем больше шансов у него более углубленно изучать дисциплины и, соответственно, более успешно сдать единый госэкзамен, в том числе дополнительный предмет, который позволит ему поступить с большей вероятностью в тот или иной ВУЗ. Ну, тут помочь, конечно, надо будет ребенку, на самом деле, как-то сориентировать его, вовремя выявить, да? Тем более здесь, опять же, в продолжение профильное образование, профильные классы хороши тем, что, ну, как минимум, больше 100 часов в течение года уделяется дополнительной дисциплине, например, физике. То есть если в универсальном классе это 2 часа в неделю, то в профильном классе физико-математическом это не менее 5 часов в неделю. Известно, что в Тюменской области реализуется проект Роснефть классов. Подобные проекты правильно расценивать, как спонсорскую помощь или все-таки профессиональную ориентацию? Реализуют ли другие предприятия? Ну, вы уже сказали, что в общем-то. Ну да, вот я один из примеров приводил в части сотрудничества 81-го лицея с Новотеком. Понимаете, это, безусловно, относится к профориентации. По крайней мере, ребята, которые обучаются, ведь там нет обязательства перед Новотеком, что ты поступаешь только в определенный вуз и в обязательном порядке идешь работать, отрабатываешь это. То есть такой задачи и ее не ставится. Понятно, что большинство ребят будут, наверное, стремиться в дальнейшем получить высшее образование и пойти работать в Новотек. В Новотек, ну, как серьезная компания. Тем более, буквально, в рамках летних каникул они побывают на Сабетте, то есть это Ямал-Ланецкий автономный округ, где строится колоссально большой порт. То есть побывают на самом предприятии, посмотрят. Я не исключаю того, что многие из ребят захотят в будущем трудиться в этой компании. И в этом ничего плохого я не вижу. Но нужно понимать, что это не есть обязательство перед Новотеком пойти под только заданной траекторией именно Новотеком. То есть ребенок, который обучался в этом классе, безусловно, может выбрать индустриальный университет и, например, профессию, связанную со строительством. Ну да, на самом деле. А то, что это присутствует, в том числе спонсорская помощь, то я здесь могу только сказать спасибо таким социальным партнерам, которые, ну, на самом деле тратят и деньги, и свои ресурсы. И вот только благодарность. Ну, они понимают, скорее всего, что делают, потому что серьезные организации вряд ли будут выкидывать деньги на ветер, да, предоставлять там какие-то возможности детям показать, что из себя представляет эта работа. Ну, к счастью, все равно понимание в хорошем смысле меценатства и спонсорской помощи на сегодняшний момент приходит к крупным предприятиям, когда они не работают под прямой интерес. Что вот я в него вложился там три года, сопровождал его при обучении в школе, и все, и теперь он мой. То есть достаточно примеров, и в том числе и этот, где решают свои глобальные цели, тем более классов новотек, их на самом деле не только в Тюмени. То есть это набор регионов, где данная организация представлена, и классов таких несколько. То есть есть такая общая программа корпорации. Вот такой еще момент, тоже, безусловно, его надо затронуть. В Тюмени много клубов патриотического воспитания, и в них довольно много ребят занимается, на самом деле так. Справедливо ли считать начальную военную подготовку профессиональной ориентацией? В некотором смысле, да. Тем более, что у нас, в том числе, если опять же вернуться к профильному образованию, у нас есть два профиля. Это гражданско-оборонный. И вот в этом году мы в двух школах, 22-68, открыли новый профиль, это спортивно-педагогический. То есть те ребята, которые сейчас показывают хорошие результаты в спорте и видят в дальнейшем поступление, ну, например, в наш государственный университет Тюменский, в перспективе видят себя тренерами, то такая возможность у них есть при поступлении на спортивно-педагогический профиль. Повторюсь, это вот, например, новинка этого учебного года. Если ребенок откровенно слабо учится, есть ли у него возможность все-таки получить специальность в дальнейшем? А точнее так, человек без школьного аттестата может рассчитывать на получение профессии? Или этот вопрос уже больше в степени в сфере интересов Департамента труда и занятости, чем образования? Есть, да, к сожалению, такие примеры, когда у ребят, ну, не удалось, например, сдать в девятом классе основной государственный экзамен и по большому счету свидетельство об окончании девятого класса. Ну, и примеры в одиннадцатом классе такие есть. К счастью, количество таких ребят, ну, не очень, ну, небольшое. То есть, если говорить по одиннадцатому классу, то это в районе пятидесяти человек. Есть совместно с областным департаментом социально-профессиональная адаптация. То есть, это возможность в течение одного года, либо двух лет получить от двух до четырех специальностей. Ну, это довольно неплохо, да? Это довольно неплохо, но все равно нужно понимать, что дальнейшая карьера, дальнейшее развитие профессионального ребенка достаточно проблематично. Нужно все равно, условно, доздать этот экзамен, получить эти статы. Это позволяет в дальнейшем, ну, получать в том числе образование более высокого уровня. И, как правило, вот сейчас достаточно, если в какие-то предыдущие, условно, наши 90-е годы, которые часто вспоминают, не так высоко ценились профессионалы, то сейчас все равно общество становится все более и более цивилизованным. И от уровня образования, тем более качественного, зависит в том числе и достаток, и заработная плата ребят. Поэтому в части 11 класса и в части ЕГЭ есть разные точки зрения, хорошо это или плохо. Но нужно понимать, что сдать на сегодняшний момент обязательные экзамены, русские математики, они проводятся в двух уровнях. Есть базовый уровень и профильный. То есть, если вы планируете поступление в ВУЗ, то вам нужно экзамены сдавать профильного уровня. Если вы планируете, например, поступить в систему профессионального образования, то достаточно базового уровня. И вопросы, соответственно, задания, они не представляют какой-то архи сложности. Вячеслав Викторович, большое спасибо вам за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что мы обязательно продолжим этот разговор, потому что вопросов, на которые хотелось бы получить ответ, осталось еще довольно много. Спасибо еще раз. Всего доброго. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить, у нас в гостях был директор департамента образования администрации города Тюмени Вячеслав Воронцов. Это была программа «Вслух. Среда». Меня зовут Данила Фатин. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...